Здравствуйте! В эфире ЮНьюз, новости на телеканале ЮТВ. И для начала краткий обзор прессы на сегодня. В Башкирии стартует марафон 100 дней до Великой Победы. Целью данной акции является объединение усилий жителей Башкирии, учреждений и предприятий, а также органов местного самоуправления и общественных организаций для оказания разносторонней помощи ветеранам Великой Отечественной войны. По замыслу организаторов, в ходе марафона все жители республики смогут отдать дань особой признательности и благодарности старшему поколению за ратный и трудовой подвиг, а также повысить свою гражданскую позицию. Акции стартуют 30 января и продлится до 9 мая, когда будут подведены итоги марафона. Собранные в ходе мероприятия денежные средства направляются на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и укрепление их здоровья. Об этом сегодня сообщается на сайте www.bashinform.ru Депутаты городского совета Уфы решили увеличить штрафы за несанкционированную рекламу. На прошедшем заседании народные избранники решили подать в Курултарь республики Башкортостан соответствующее предложение. Планируют увеличить штрафы за повторную расклейку объявлений в многоэтажных домах или на околодомовых территориях. Наказание составит от 500 до 1500 рублей для граждан и от 2 до 5000 для должностных лиц. Юридические лица будут наказываться еще строже. Их штраф будет составлять от 8 до 15 тысяч рублей. Искать работу в столице Башкирии оказалось труднее, чем в других городах-миллионниках. К такому выводу пришли специалисты службы исследований Headhunter. Рейтинг показывает отношение количества присланных резюме к числу открытых на сайте вакансий. Проще говоря, это конкурс на место. Чем выше индекс, тем сложнее найти работу. Правда, в большинстве российских мегаполисов конкуренция гораздо выше. В поисках лучшей доли сюда съезжаются жители со всех окрестностей. В той же Москве в среднем на одну вакансию приходится 3,5 резюме. И это не самый высокий показатель. Ну а пальму первенства удерживает сам Петербург. На одно рабочее место в культурной столице претендует больше 4-х человек, как в некоторых музах. Наша Уфа взяла серебро. В среднем на одну вакансию здесь приходится 3,7 человека. Впрочем, в наступившем году, уверены эксперты, ситуация лишь усложнится. Совсем скоро система общественного транспорта Уфы будет изменена. В Уфе обсудили вопрос организации общественного транспорта. На заседании круглого стола под председательством Ирика Елалова были объявлены основные стратегические направления. Так, в городе будет пересмотрена маршрутная сеть и составлено общее расписание движения автобусов. Кроме того, планируется подключить весь общественный транспорт к региональной навигационной информационной системе. По мнению властей, также необходимо ликвидировать места стихийных скоплений междугородних маршрутов и перейти на автобусы большей вместимости. Ну что же, у меня на этом все, и мы переходим к другим новостям региона на сегодня.